Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Сегодня у нас необычный день. Сегодня у нас предпоследний день 2016 года. Еще чуть-чуть и каждый из нас может попрощаться со всеми событиями, которые произошли в 2016 и отправиться в Новый год, долгожданный и, в общем-то, реализовывать свои новые планы, достигать новых горизонтов и реализовывать свои мечты, в общем, вместе с проектом Whole World. Многие из вас это будут делать в 2017 году. И даже те, кто еще, может быть, и не догадывается об этом, с вашей помощью тоже начнут делать это в 2017 году. Сегодняшняя конференция у нас итоговая. Я сейчас хочу услышать, увидеть обратную связь от вас о том, что трансляция началась удачно, что техника нас не подводит, и вы все это сейчас слышите и видите. Пожалуйста, вот здесь, вот в чате, прокомментируйте то, что вы меня сейчас слышите, и я со спокойной совестью продолжу. Или, модераторы, сообщите мне об этом по другим каналам связи. Это тоже будет... Так, вижу вот сигнал от Ирины Агаповой. Все отлично. Спасибо. Слышно и видно. Ну что ж, друзья, продолжим, в общем-то, итоговый вебинар за 2016 год. Наверное, не нужно объяснять, что мы сейчас будем делать. Мы сейчас подведем итоги нашего бурного 2016 года, бурного в плане деятельности проекта Whole World и вашего в нем участия. Свои итоги, в принципе, вы каждый, наверное, и так знаете. То, что происходило у нас в системе в целом, мы сейчас вспомним. И я по сбинару таким образом, что мы не будем делить прямо-таки ровно на две части, что было и что планируется. Постараюсь я это сделать, наверное, прямо по ходу нашего экскурса в прошлое. Отмотаем сейчас год назад и будем вспоминать, что мы делали, чего интересного. Самые, конечно, топовые такие новости мы возьмем. И специально для этого я выбрал раздел новости. Вот прямо по нему я и пойду сейчас. Уже вкладочки открыты, вот их здесь очень много. Готовился я специально целый час до этого, и поэтому много вкладок открыл. Так, давайте начнем. Открою главную страницу. И первое, что хочется сказать, вспоминая наш с вами 2016 год. Вот, самое такое, наверное, главное глобальное событие, которое у всех у вас в голове, на устах и в памяти, это то, что в 2016 году проекту Whole World исполнилось 5 лет. Это наш первый такой мини-юбилей, далеко не последний, я уверен. И с 2011 года, с ноября, с 11 ноября, даже если будет правильно, мы работаем. И 11 ноября 2016 года мы с вами пятилетие. Отмечали пятилетие очень хорошо, запустили много интересных акций, делали много подарков. Об этом чуть позже вспомним. И в том числе вот об этих числах мы тоже поговорим, то есть о достижениях наших, да. Ну, давайте начнем, опять же, с новостей, с раздела новости. И пойдем, начиная с первой. С первой такой значимой новости в 2016 году, 11 января. Даша снова может ходить. Даша Ткачева – это подопечная Буктретного фонда всем миром. Их у нас очень и очень много детей с различными тяжелыми заболеваниями, которым мы помогаем. И, в общем-то, в этом и заключается основная концепция нашего проекта в том, что мы развиваем партнерский фандрайзинг. То есть все мы с вами фандрайзеры. И наша с вами деятельность направлена на эффективный сбор денежных средств для оказания помощи тяжелобальным детям посредством сотрудничества с Международным благотворительным фондом всем миром. Вы это прекрасно знаете, ну а те, кто впервые, может быть, оказался здесь или смотрит запись, вот будет как раз это знать. Итак, Даша Ткачева, как раз в 2016 году, которому была собрана необходимая сумма и проведена достаточно тяжелая, но успешная, что самое главное, операция по стабилизации позвонков поясничного отдела позвоночника. И действительно, Даша снова смогла ходить. Это вот эта важная новость. Ну и если уж пошли мы говорить про благотворительный фонд, давайте мы к нему и перейдем. На сайте благотворительного фонда www.ru я сейчас нахожусь вместе с вами. И что мы видим? Главную страницу. Давайте поговорим о новостях благотворительного фонда, о детях, которым мы с вами помогали, и о каких-то других тоже событиях. Значит, много детей у нас с вами за этот год появилось. Немало детей перешли в раздел «Оказана помощь». То есть им были собраны средства, им были проведены операции, ну или так или иначе оказана помощь. В том числе, обратите внимание, буквально в самом конце 2016 года, в декабре, у нас снова возобновилась возможность оказывать благотворительные пожертвования на сайте фонда, ну не на сайте фонда, вернее, а в пользу благотворительного фонда всем миром, в пользу его подопечных с помощью отправки СМС. На простой номер 3443, СМС с текстом www.ru, то есть практически как адрес сайта, только без точки, и дальше пробел и сумма благотворительного пожертвования. Мы об этом тоже еще поговорим. В общем-то, это только для российских граждан это возможно, ну а все другие могут оказать помощь доступными способами онлайн-оплаты на сайте, которых точно так же много. Ну давайте вот по новостям благотворительного фонда, что мы, соответственно, вот возьмем, опять же тоже отмотаем на конец 2015-2016, и посмотрим, что у нас в фонде. Дарья Ткачева, ей проведена операция. Дальше. Сабина Козлова проведена операция успешно. Открыли и закрыли сбор средств для Семена Беленко, и там тоже можно было, в общем-то, писать о том, что Семен снова может ходить, потому что операция на ноге была. Вот, тоже все это успешно прошло. Большой сбор средств у нас был для Наимы Мирзахмедовой. Он точно так же успешно завершился, и дальше еще благодарственное письмо ее родители написали, тоже здесь будет. Вот этот важный момент для научно-исследовательского института тизиопульмонологии. Фонд всем миром приобрел дорогостоящий аппарат для вакуумного лечения ран, Ренезис, и передал его, соответственно, в институт. По-моему, таких аппаратов даже за 2016 год было приобретено два. Вот, то есть таким даже образом мукультный фонд помогает лечебным учреждениям. Вот новость о том, что от семьи Мирзахмедова пришло как раз благодарственное письмо, та самая девочка Наима, о которой мы только что говорили, вот все у нее хорошо. Как дела сейчас, я, к сожалению, не знаю, но тоже надеюсь, что все очень позитивно. Также отчетный видеоролик о сотрудничестве и благодарности со стороны НИИ в тизиопульмонологии Санкт-Петербурга. Это еще один рекламный материал, о котором мы тоже поговорим чуть позже, был получен в этом году, за что научно-исследовательскому институту большое спасибо, ну и фонду, что сделали для нас такое замечательное видео. Милена Пешкова тоже ведется и велся сбор средств. Рома Гладкий. Вот здесь вот интересное видеоотзыв, даже фонд опубликовал, который прислал нам Сергей Тимофеев уже после розыгрыша, после голосования за лучшие видеоотзывы, иначе я думаю, что он в тройку бы точно попал. Это отзыв, который сделан в форме песни, действительно очень достойная песня, авторские слова и весомый такой претендент на звание настоящего гимна проекта Whole World. Если вы не смотрели этот ролик, то обязательно посмотрите, он находится у нас среди видеоотзывов на сайте Всемир. Семен Беленко. Вот был возобновлен сбор средств для него, и сейчас уже, по-моему, он здесь не завершился, то очень скоро завершится. Вот новые дети, которые появились, соответственно, за последний месяц. Это Георгий Шевелев, это Элина Горбачева, ну и, соответственно, для Георгия Шевелева мы запустили акцию по сбросу средств, о которой также чуть позже поговорим. Кроме того, хочется сказать и о том, что за 2016 год выкрепленный фонд всем миром, получив от нас помощь в размере более 6 миллионов рублей, закрыл множественные задолженности, которые, соответственно, имелись перед медицинскими учреждениями. Если кто-то не понимает, о чем речь, скажу, то, что поскольку у фонда очень хорошая репутация, многие медицинские учреждения проводят операции авансом, то есть не дожидаются, когда фонд переведет сумму какую-то за ребенка, а под гарантию, соответственно, руководства фонда эта операция проводится, и уже после этого фонд компенсирует из собранных средств эту операцию. Такое, соответственно, было, и несколько миллионов рублей пошли на погашение этих задолженностей. Но в целом, я считаю, что очень позитивно 2016 год здесь прошел. Очень хорошая история. Все дети, которым были проведены операции при участии выкрепленного фонда, все они прошли успешно, и дети живы-здоровы, что очень здорово. Ну, давайте дальше. Вот такое благодарственное письмо 2016 года мы получили от руководства Вокроводного фонда всем миром. Это благодарственное письмо в адрес нашего с вами проекта, в адрес компании Whole World, в данном случае это юридическое лицо, о всемирном, если по-русски. Следственный международный гладительный фонд помощи детям всем миром выражает благодарность нашей компании за активное участие в организации сбора средств для подопечных фонда. И говорит о том, что благодаря вашим усилиям за 2016 год на помощь тяжелобольным детям удалось направить более 100 тысяч долларов. То есть вот как раз и есть эта сумма около 6 миллионов рублей по сегодняшнему курсу. Ну и, соответственно, слова гласят, что мы высоко ценим вклад в Whole World в развитие Международного благотворительного движения и искренне желаем успехов, роста и процветания вашей компании, а также всем фандрайзерам программы развития общественной благотворительности, друзья. То есть это слова в ваш адрес. И спасибо вам огромное за доброту и неравнодушие к нуждающимся в помощи детям. Президент Международного благотворительного фонда помощи детям всем миром Суменков Алексей Николаевич. Вот такая благодарность. Ее мы в ближайшее время также опубликуем на нашем сайте. Она будет общедоступна. Ну, давайте пойдем дальше и вспомним, что интересного у нас появилось в концепции, какие нововведения и что, собственно говоря, полезного мы привнесли вам с 2016 год. Итак, первое и очень популярное нововведение, которое возымело большой успех, это наша постоянная акция, которая называется «Подарки всем». Началась она как раз с декабря, января 2014-2015, нет, 2015-2016 года, если быть правильно, то есть в начале 2016 года мы как раз эту акцию утвердили как постоянную. Первый раз мы попробовали ее в конце декабря 2015. И эффект от нее был настолько позитивным, что мы решили сделать ее постоянно. И действительно, на сегодняшний день эта акция работает. Ну, вот внизу видите строчечка, в которой написано, что дарим 25 долларов за активацию аккаунта до 31 декабря. Узнать подробнее. Это как раз и есть. Вот как раз узнать подробнее, то, что активируете свой аккаунт сегодня и получите 25 долларов на подключение услуги «Бизнес-автомат». Вы сможете получать новых партнеров без приглашений, и, естественно, человек может создать аккаунт уже прямо отсюда. Это работает как защита от ухода сайта, но это все технологии. В целом, мы получили с вами работающую акцию, она родилась именно в начале 2016 года, и сегодня она продолжается. Вот в честь пятилетия у нас сумма 10 долларов была увеличена, но, как вы знаете, это ненадолго. А скорее всего, даже не скорее всего, а точно могу сказать, что завтра последний день, когда можно получить 25 долларов за активацию своего аккаунта всем новичкам, которые... Ну, или даже не новичкам, а кто еще не активировал свой аккаунт. Поэтому не стоит терять время, если вы еще этого не сделали, или у вас есть ваши партнеры, которые еще этого не сделали. Давайте пойдем дальше. Что еще привнесло нам начало 2016 года? Мы начали плотно сотрудничать с проектом SurfEarner. SurfEarner — это инновационная рекламная платформа, как вы уже знаете, которая позволяет транслировать вашу рекламу прямо в браузере потенциальных клиентов. То есть вот таким образом сверху появляется ваша реклама, на каких бы сайтах в данный момент не находился ваш потенциальный клиент, то есть пользователь расширения SurfEarner. За это время у нас появились еще некоторые новости касаемо SurfEarner. Мы провели несколько обучающих школ за этот год и конференций. Создали даже целую методику, которая у вас имеется, с помощью которой вы можете приводить людей в проект всем миром, соответственно, пропуская их через легкий, простой стартап-бизнес, которым является SurfEarner со своей партнерской программой, и дальше люди у вас уже пошли как по накатанной вливаться эффективно в крупный бизнес, которым является Hallward. Все эти методики у нас есть в базе знаний, сейчас о них не говорим. Ну, а само событие – это начало сотрудничества с SurfEarner. Оно у нас продолжается, и планы таковы, что мы будем его укреплять. У SurfEarner есть интересные планы по развитию своего сервиса. Скоро там появится много новых возможностей, которые мы, безусловно, будем использовать, в том числе и в совместных рекламных компаниях, о которых мы давно говорим, но которые, к сожалению, пока никак не запустим. Наверное, это тоже мы сделаем в начале следующего года, потому что все уже у нас готово, осталось просто взять и сделать. Ну, и в рекламных компаниях сможете поучаствовать, за счет этого получить некоторое количество новых клиентов, свои партнерские структуры, и тем самым увеличить свои доходы. Давайте пойдем дальше. Рейтинг топ-10. Вот это вот постоянный, ежемесячный наш конкурс по выявлению самых полезных участников, лучших фандрайзеров, иначе называемых. У нас 12 целых раз. В 2016 году прошел сегодняшний рейтинг, еще не завершен, но остался всего один день, и там более-менее тоже все ясно с призерами, но хотя это мы еще посмотрим. Давайте, в общем-то, посмотрим, кто на протяжении года часто в этом рейтинге топ-10 появлялся. А, ну вот давайте сначала лидеры текущего месяца декабрь. Здесь у нас первое место, я думаю, не изменится, Кристина Нинкина с результатом 27 благотворителей за декабрь. Второе место, ну, в принципе, конкуренция имеется, побороться люди еще могут за второе, и за третье, тем более, потому что тут за третье место борьба будет идти, и завтра все решится. Артем Клешков, Юлия Бирюкова, Ромас Атабаги. Ну, в принципе, Ирину Агапову тоже списывать счетов, наверное, не стоит. Среди этих лиц, кого здесь можно выделить, ну, давайте не так, давайте посмотрим вот следующим образом. Вот здесь у нас есть такая интересная штука, как машина времени. Можно взять и вернуться в прошлое. Посмотреть, какие у нас имена чаще всего здесь были. Итак, вот Ирина Агапова, Владислав Фролов, Татьяна Воронцова. Ирина Агапова, Юлия Бирюкова. Это я сразу вам говорю имена, которые чаще всего. Ну, опять Ирина Агапова, Владислав Фролов, Любовь Сергеенко, Апрель, Юлия Бирюкова. Ирина Агапова, Церковь, Фролов, Ромас Атабаги. Ну, естественно, опять же, те же самые имена. Ардиан Петровский еще появился у нас. Сейхат Муслимова что-то я пропустил. Так, это, по-моему, Таджикистан, если я не ошибаюсь. Ирина Агапова, Юлия, Ардиан Петровский, Любовь Сергеенко. В общем-то, частые гости нашего ТОП-10 с переменным успехом, выше или ниже, но тем не менее эти люди, можно сказать, являются ведущими участниками нашего проекта. И на сегодняшний день, благодаря им, в проект привлекается наибольшее количество и новых участников, и, соответственно, собирается денежным средствам на благотворительность благодаря их усилиям. За что им огромное спасибо. И помимо того, что их вознаграждает маркетинг нашего проекта в финансовом виде, ну, естественно, просто по-человечески хочется сказать им большое-большое спасибо и пожелать, чтобы они и дальше, и в следующем году, и только в следующем, оставались с нами, и свои результаты только увеличивали, соответственно, месяц от месяца. Были на высоте и не останавливались на достигнутом, как, собственно, и написано в заголовке этого раздела ТОП-10. 15 февраля. Дополнение случилось у нас в разделе отзывы участников. Это дополнение заключалось в том, что появилось видеоотзывы в разделе отзывы участников. Ну, вот таким образом это сейчас выглядит. А раньше... Сейчас у меня загрузится. Вот, соответственно, таким образом это выглядит. Вот здесь раньше не было видеоотзывов, и это было очень зря. А сейчас можно пролистать и посмотреть видеоотзывы всех буквально участников, а можно даже, например, вот по какой-нибудь стране. Посмотрите отзывы белорусов, вот взяли, отфильтровали. Хотите посмотреть отзывы бразильцев? Отфильтровали. Они тоже, кстати, есть, да? Вот, знаете об этом. Ну, и по языкам можно, соответственно, провести фильтр, можно провести фильтр по другим параметрам. Ну, и текстовые отзывы этому фильтру точно так же подвергаются. Они у нас исключительно многообразные и интернациональные, и на разных языках представлены. Поэтому этот раздел должен являться вашим, наверное, любимым разделом, в котором в том числе должен быть и ваш отзыв находиться, и своим партнерам специальным вы можете этот раздел показывать. В нем нет ни одного подставного видео или текстового отзыва. Вот это вот мы этим, соответственно, гордимся. В этом просто-напросто нет необходимости, потому что огромное количество видео и текстовых отзывов реально участвует. Идем дальше. Что касается, опять же, видеоотзывов, то очень большую работу провели наши дизайнеры, и, соответственно, она заключалась в том, что было задание составить субтитры с переводом всех отзывов на русский и английский языки как минимум. Ну, соответственно, англоязычные отзывы необходимо было перевести на русский язык, а русскоязычные отзывы необходимо было перевести на английский язык и от этого сделать субтитры. Для чего это нужно было? Для того, чтобы... Ну, в основном русские отзывы, их, конечно, большинство, для того, чтобы можно было посмотреть их в, соответственно, какому-то нерусскоязычному гражданину и понять, о чем там речь, в первую очередь и сделали. Соответственно, теперь люди, маломальски знающие английский язык, заходя и смотря наши многочисленные русскоязычные отзывы, они уже понимают, о чем вы говорите, ну, и проникаются, соответственно, идеей проекта и присоединяются намного более охотно. Вот такое нововведение было сделано, и действительно оно у нас заняло несколько месяцев. Время, немного сил, поэтому знаете об этом, цените и используйте это. А вот теперь ближе к числам. 18 февраля мы увидели вот такое замечательное событие, которое глотило, что у нас уже более 800 тысяч участников зарегистрировано в нашем проекте. Ну, конечно, не все они являются активными фандрайзерами, не все они активировали свои аккаунты, оказали финансовую помощь, что, собственно говоря, обидно, да, что не все. Было бы здорово, если бы это сделали все. Но так или иначе они уже зарегистрировались, а, соответственно, с ними можно вести дальнейшую работу, и рано или поздно человек обязательно активирует свой аккаунт, если это, конечно, не какая-то фейковая регистрация. Но фейковых регистраций у нас не так много, хотя они иногда пораскакивают. Тем не менее, если говорить о том, чего мы достигли на сегодняшний день, на завершение года, то давайте опять вернемся к счетчикам. И вот такие, ну, в первую очередь, вот здесь вот. Так, стоп. С нами 869 650 фандрайзеров, их число постоянно увеличивается, из 160 стран мира. Действительно, друзья, 160 стран мира, вот такого количества достигла интернациональная составляющая нашего проекта. В прошлом году их было 142 страны. То есть на 18 стран увеличился состав наших участников. Ну и вот по флагам регистрации происходящих вы, в принципе, можете это видеть сейчас. Ну и по флагам в том числе оказания финансовой помощи. Вот из Замбии, например, да, Джон Чебенда. Всял и оказал финансовую помощь, стал, получил статус бизнеса и начнет сейчас активно работать. Что касается объема средств. Я уже озвучил, что более 100 тысяч долларов было получено богоцентральным фондом. Это действительно так. В прошлом году 750 тысяч, по-моему, была циферка. Соответственно, больше, чем на 100 тысяч долларов она увеличилась. Ну и поскольку поровну 50 на 50 распределяются средства между фондом и всеми фондрайзерами, то наши фондрайзеры от оказания финансовой помощи получили точно так же более 100 тысяч долларов. Но, как вы знаете, наши фондрайзеры зарабатывают не только от этого, поэтому можно сказать, что еще больше, чем просто 100 тысяч долларов. Я не могу сказать точную сумму, которая здесь была. Но больше, чем было перед на фонд, соответственно, заработали наши фондрайзеры. Потому что у вас с этого года появилась еще одна интересная вещь, как дополнительная система вознаграждений. А вернее, система дополнительных вознаграждений. Так будет правильно. К этому мы еще перейдем. Эту новость мы нагоним. Но в целом более 100 тысяч долларов. То есть 6-7 миллионов рублей было передано в выгодный фонд. И, соответственно, нашими фондрайзерами заработано. Не такая большая сумма, как у нас была на самом старте проекта, но, тем не менее, уже второй год достаточно стабильный. Но я думаю, что в следующем году мы постараемся эту сумму увеличить. Ну и, конечно же, дойти до миллиона долларов, собранных средств для благоэктивного фонда. Это будет миллион суммы, с которой можно будет устроить какое-то интересное событие. или инфополы. Дальше. Быстрый старт, двойной доход. Вот такая вот акция у нас в этом году претерпела некоторые изменения. И эти изменения мы чуть попозже вам расскажем, потому что они были связаны как раз с пятилетием. Но, так, что у нас здесь? А здесь у нас... Так, а почему я закрыл? Ну ладно, закрыл я вот на самом деле. Хотел показать вам еще несколько призеров. Мы регулярно вывешивали список участников, хотя и не полный список. Да, но вот когда их было побольше, мы, наши дизайнеры, делали вот такие вот красивые файлики и включали сюда тех участников, кто получил двойной доход. Вот эти лица, эти участники получили свой двойной доход буквально недавно. Это было как раз в ноябре, когда мы объявили амнистию. И вот все это, 380 долларов, 190, 160. Очень хорошие суммы дополнительно от проекта всем миром, не от фондов всем миром, да, конечно же, поступили в кошельки участников за то, что они проявили достаточную активность. Ну а вообще акции двойной доход, мы расскажем о ней сейчас чуть позже, когда до этой новости дойдем. Вот важные моменты, касающиеся платежных систем. 13 апреля 2016 года были автоматизированы оплаты с PerfectMoney и платежной системы SolidRustPay. Для вас, может быть, это ничего такого, конечно, и не значит, но для тех, кто знает эти платежные системы, в первую очередь, ну, PerfectMoney, конечно же, известно по всему интернету, это ходовая платежная система на сегодняшний день, и с помощью нее можно произвести оплату, причем, если раньше это можно было сделать вручную, то сейчас это можно сделать автоматически, то есть мы настроили автоматическую, автоматическую оплату и автоматическую, соответственно, обработку платежа, что намного важнее. То есть оплата и раньше была автоматическая, но обработка платежа, то есть пополнение вашего кошелька WalletOne, оно было не автоматическим, а проводилось модератором. То есть вот как раз в апреле мы решили, что можем позволить себе сделать это на автомате, и для двух платежных систем это стало возможно. То есть через них на сегодняшний день, ну, процентов 15, наверное, оплат через них проходит. Согласитесь, это немалое количество, причем платят не только зарубежные клиенты, но и русскоязычные в том числе. Почему бы и нет, да? А вот эта новость, которая случилась чуть-чуть позже, она, конечно, намного весомее, чем PerfectMoney и SolidTrustPlay. Это прямая оплата Миказа, карты Visa и MasterCard из всех практически стран Европы и Азии стала доступна благодаря, соответственно, заключенному сотрудничеству с одним из банков посредством, опять же, платежной системы WalletOne. Раньше у нас оплата с карт была доступна только для стран СНГ, ну, вот, соответственно, с этого года она стала доступна для стран Европы и Азии. Через карты у нас производится более 50% всех платежей. 60% по этому карты являются основным платежным методом. Дальше идет PayPal, ну и дальше все остальные способы. Соответственно, через PayPal тоже картами платятся. Какие планы по развитию платежных систем на следующий год? Сообщу вам то, что платежные системы для нас являются основными. Основной задачей, соответственно, укрепления этого направления. Мы еще в прошлом году озвучивали наше желание подключить альтернативную платежную систему параллельно к платежной системе WalletOne. Рассматривали партнера OkPay и, в общем-то, не перестаем это делать, но пока просто до этого не добрались. А со второй стороны будем подключать еще различные агрегаторы, которые позволят нам сделать оплату по картам Visa и MasterCard более безотказной, потому что вот через сегодняшнего провайлера там стоят достаточно жесткие фротфильтры, различные настройки, которые иногда ошибочно определяют, ну, ошибочно отклоняют транзакции. Ну, как им кажется. Но вот нам часто жалуются клиенты, что 5 долларов вроде бы оплатил, а 100 долларов оплатить не могу, банк отклоняет транзакции. Оказывается, вот платежный шлют, что-то там подозрил, ему не понравилось, взял, отклонил, да. В итоге клиенту приходится идти там через PayPal платить, терять время, мучиться, обращаться к спонсору, вместо того, чтобы он мог просто это сделать без каких-то проблем. Соответственно, будем мы налаживать сотрудничество с различными агрегаторами, в том числе касаемо банковских карт, не оставляем мы свое желание выпустить брендированную карту Whole World. Мы вам анонсировали это еще в начале лета, но, к сожалению, тот партнер, который согласился нам это сделать, нам не понравилась его тарифная политика. То есть они-то, конечно, были согласны, но вот мы для вас не хотим, чтобы эти карты были очень дорогими, потому что они не должны быть такими, согласитесь. Соответственно, будем искать партнера по выпуску ко-брендинговых карт, и, возможно, в 2017 году появится у вас возможность заказать себе банковские карты с фирменным логотипом Whole World, которые будут точно так же рабочими во всех терминалах, ну и точках онлайн-оплаты. Ну, вот такие планы по платежным системам. Кстати, Яндекс.Деньги на сегодняшний день у нас, оказывается, не работают для пополнения кошелька Wallet.One для оплаты в кабинете, и нам озвучили, что вроде как эту проблемку решат, и, соответственно, Яндекс.Деньги тоже должны появиться. Вот-вот, наверное, после праздников мы этот вопрос закроем. Дальше пойдем. Вот такое интересное нововведение техническое было реализовано 20 апреля. По нашей просьбе техники добавили возможность автоматического входа в личный кабинет без необходимости вводить пароль. Это происходит через письма. Через письма, которые получают наши клиенты. Ну, это могут быть различные email-уведомления, начиная от регистрации клиента и далее продолжая по ходу, например, уведомления о том, что по его приглашению зарегистрирован новый клиент или о том, что у него там истекает активность. Вот количество email-уведомлений у нас на сегодняшний день невелико. В 2017 году мы с нашей командой поставили уже для себя приоритет в самом начале года заняться плотно работой составления такой хорошей рассылочной базы, ну, или не рассылочной базы, а системы передовательности писем, которая будет в зависимости от тех или иных событий направлять клиенту те или иные сообщения, в общем-то дорабатывать, так сказать, вашего клиента и работать на полную катушку и днем, и ночью на полном автомате. Это, в свою очередь, увеличит и повысит и количество оказаний, и количество активаций, соответственно, ну, и всем нам улучшит свое настроение. Вот такие планы. Ну, а вот эта вот функция войти в личный кабинет без ввода пароля, поясню, в чем ее сакральный смысл. Она очень полезна для тех, кто не помнит свой логин или пароль. То есть, представляете себе, да, клиент регистрировался там когда-то полгода назад, и тут ему хлоп, вдруг приходит письмо с напоминанием, да, или с каким-то интересным содержанием. Он, он вроде бы как и хотел бы перейти в кабинет, но вот он не помнит вообще ничего. И восстановить пароль порой бывает сложно, а тут он нажимает просто на кнопочку и сразу оказывается в своем личном кабинете и сразу там все может делать. Вот такое хорошее техническое нововведение у нас произошло в апреле. А вот и добрались до системы дополнительных вознаграждений. И эта система у каждого из вас на сегодняшний день имеется уже в доступе. Мы ее в мае месяце протестировали и включили автоматическое начисление всех бонусов сразу на ваш кошелек. То есть здесь мы также продолжаем свою политику, что мы в 99% случаев ничего не принимаем на свои счета, ну, кроме оплаты за свои собственные услуги, да, конечно же. Вот. А если речь идет о вознаграждениях каких-то клиентам, то мы стараемся не доводить до того, чтобы они копились у вас где-то там на каких-то внутренних счетах, и потом вам нужно было бы их выводить, вот, а сразу моментально все денежные переводы проводятся напрямую на ваши кошельки. То есть фактически это означает, что нет никакого риска не получить принадлежащие вам денежные средства по праву, они моментально окажутся на ваших кошельках. Это работает и в системе доступных вознаграждений. Давайте ее прям в личном кабинете посмотрим и вспомним, что оно вообще из себя представляет. Ну вот самое первое, кстати, далеко не все почему-то знают об этом бонусе, да, и всем волонтерам он на сегодняшний день доступен. Это activation бонус. Это один доллар, который вы можете зарабатывать прямо уже сразу после активации, то есть по одному доллару за каждую активацию ваших лично приглашенных партнеров вы будете получать, даже если вы сами не оказали финансовую помощь. И это та возможность, о которой не все знают, и даже не все в статусе бизнес знают, хотя с помощью нее можно очень серьезно увеличивать активность своей команды и даже получать достаточно большие вознаграждения. Итак, вот, соответственно, все бонусы, они могут быть активны, или они могут быть еще в состоянии необходимы активировать их, соответственно, для каждого из них можно нажать «Как активировать», и вот вам система подскажет. ну, как правило, за исключением первого бонуса, вот, активейшн бонус у нас доступен для волонтеров, то есть для тех, кто просто активировал свой аккаунт. Все остальные бонусы, они доступны в статусе бизнес, соответственно, финансовую помощь вы сможете получать только после того, как сами окажете финансовую помощь, бонус за подключение партнерами услуги бизнес-автомат вы сможете получать только после того, как сами подключите хотя бы раз бизнес-автомат, бонус за создание уникальных ссылок вы сможете получать после того, соответственно, когда у вас есть у самого активная уникальная ссылка, точно так же за участие в совместных рекламных кампаниях вы должны хотя бы раз сами принять участие в них, ну, и точно так же за публикацию видеоотзывов, да, вы должны сами сначала свой видеоотзыв опубликовать за использование партнерами лендинг-пэйдж. Вот этот бонус у нас с вами появится со дня на день, но по секрету скажу, что он уже активен, и если ваши партнеры лендинг-пэйджи зачислили денежные вознаграждения задним числом в тот момент, когда эта функция начнет работать, все это будет зачтено, и вы не упустите свое изнаграждение. Пойдемте вперед. Появились у нас возможности благодаря нововведению ВКонтакте, это возможность обратиться в службу поддержки Whole World прямо с сайта, прямо с сайта через официальную группу ВКонтакте. Соответственно, отвечают на вопросы здесь, администраторы, модераторы, ну и так, если перейти в группу, то так, что такое запутался, давайте так перейдем, как выглядит, вот здесь есть кнопочка написать сообщение, и когда вы нажимаете, вот вам соответственно предлагается написать в течение четырех часов, как правило, вы ответ получите. Но это одно из немногих дополнений, которое у нас есть по формам связи со службой поддержки. тем не менее, это сделало уже большую работу, и люди напрямую из ВКонтакте нам пишут очень часто, и мы им с удовольствием помогаем. точно так, как и в других группах, например, в Фейсбуке. А вот это событие, которое у нас будоражило весь год наших участников, и в августе, вернее, в конце августа, в начале сентября, и весь сентябрь проходило голосование за лучшие видеоотзывы, которые мы собирали с начала года, по-моему, мы их собирали, и вот как раз накопилось более так, Давайте посмотрим, сколько их было. Вот портал голосования. У нас с вами было 66 видеоотзывов от участников с разных стран, и вот все они принимали участие в борьбе за звание лучшего отзыва, а в итоге лучшим стал видеоотзыв Натальи Гуриковой из города Хабаровск Россия, на втором месте оказался Александр Романов из Рязани, и на третьем отзыв Ирины Агаповой из Ростова-на-Дону. Они, соответственно, получили, авторы этих отзывов получили тысячу долларов, 500 долларов и 300 долларов денежных отграждений, соответственно, а участники, которые принимали участие в голосовании, получили некоторые денежные призы, можно было выиграть 100 долларов у нас, если угадать правильно всех трех финалистов, соответственно, их расположение на пьедестале, такие люди были, угадали, по-моему, 5 или 6 таких было, вот, можно было получить лендинг-пейдж бесплатно на целый год, и такие люди у нас были, их было около 200 человек, они уже получили свои призывы, и дальше пятидоровые пин-коды можно было получить, и что-то еще, по-моему, ну, в общем-то, хорошенько поголосовали, в итоге, даже целая методика по этому поводу у нас с вами родилась на тот момент о том, как строить структуру, благодаря приглашению к бесплатному голосованию, да, люди приходили на голосование, смотрели видеоотзывы, проникались идеи, пока выбирали лучшие, и присоединялись к проекту, вот такое событие, очень громкое, и вот они, соответственно, наши победители, если вы не смотрели эти отзывы, то посмотрите, очень душевные, очень содержательные, и полезные, ну, собственно, как и все остальные видеоотзывы, по-своему, уникален, и, ну, какой-то ерунды мы, соответственно, пропускали, вот, нужно было снять действительно достойный отзыв, чтобы попасть на официальный сайт, ну, и сейчас можно снимать, в общем-то, да, то есть у каждого из вас есть возможность добавлять свои видеоотзывы, вот, то самое видео с благодарностью от научной исследовательства института в физиопульмонологии в сентябре было, наверное, получено, и оно добавлено рекламные материалы уже вашего, в вашем кабинете, и оно действительно хорошее, оно переведено в том числе и на английский язык, хоть и на русском изначально, но с помощью субтитров ваши иностранные партнеры также могут понять, о чем идет речь, и если когда-то у вас кто-то спрашивает о том, а действительно ли там фонд помогает детям, а действительно ли мы сотрудничаем с фондом, то вот можете смело дать им вот это видео посмотреть, и здесь сомнений, наверное, не останется у людей, хотя вот сомнений это такая штука, которая всегда у всех почему-то присутствует, когда речь идет о каких-то возможностях заработать, ну, почему понятно, потому что слишком много нечестных проектов, которые обманывают людей, вот, наш не относится к этому, но люди предпочитают постраховаться. Соответственно, давайте им это видео посмотреть, очень классный рекламный материал, который у нас с вами имеется. Вот еще один хороший канал связи с администрацией, и в том числе связи с активными участниками, у нас с вами появился, это официальный чат холлорд в скайп, мы его с вами создали, и на сегодняшний день там находятся только активные бизнес-партнеры, вот, мы в свое время сделали в этот чат по базе бизнес-партнеров, многонародом, почему-то люди так и не стали восстанавливать свою активность, в итоге наши модераторы их потихонечку оттуда исключили. Вот сейчас в этом чате находится по-моему около 200 человек, то есть где-то от 100 200 человек, и в принципе у нас есть место к тому, чтобы принять сюда активных бизнес-партнеров, поэтому если у вас нету этой ссылочки на сайт, мы ее открыто не публикуем, возможно, вам скоро придет приглашение на почту, воспользуйтесь ей, или обратитесь к кому-то из своих вышестоящих спонсоров, который сможет вам дать эту ссылку или добавить в этот скайп-чат. Очень здорово будет вас там видеть, но, к слову, напрямую с ассоциацией проекта в нем можно не то, что общаться, а получать информацию из первых уст, там всегда очень хорошо. Вот еще технический момент, очень важный, который мы с вами реализовали в этом году, это возможность создавать реферальные ссылки на любые разделы сайта. раньше технически, по-моему, она не работала, вот, ну, и, собственно говоря, просто даже информационно никто о ней не знал, как это делать. Соответственно, мы вам рассказали, как это делать. Здесь, так, почему она у меня не анимируется, сейчас посмотрим. гиф-картинка должна быть, ну, не важно. В общем, здесь у нас отныне имеется в базе знаний такой раздел с методикой, в котором есть отличные видеоинструкции, ну, даже не видео, а на гиф-картинке, как сделать ссылку на любой раздел сайта, причем сделать ее именно реферальной. Нужно просто добавить к вашей реферальной ссылочке окончание от нужного вам раздела. И это позволяет вам пригласить вашего потенциального партнера не на главную страницу сайта, как это всегда вы раньше делали, просто принуждение, а на ту страницу, на которую вы хотите его пригласить. Ну, это может быть, например, страница «С чего начать?» или может быть страница «Кому мы помогаем?» или может быть страница «Бизнес-автомат». То есть много разных интересных разделов у нас с вами существует, на которые можно было бы сразу пригласить клиента. Раньше вы этого не могли сделать, сейчас вы это можете сделать, и у вас в разделе рекламный материал, по-моему, ссылочка на это тоже присутствует, на этот обучающий материал. Поэтому, если вы еще ничего не знаете про это, обязательно изучите и научитесь это делать. Мы идем дальше. Наш партнер платежная система WalletOne в этом году также не стояла на месте и несколько интересных нововведений для нас с вами появилось. Первое, это очень долгожданная возможность беспроблемно, быстро и на полном автомате проходить упрощенную идентификацию. это та проблема, которая весь прошлый год портила нервы нашим новичкам, которые зачастую по своей глупости что-то там в рублях пополняли или как-то еще там у них блокировался почему-то кошелек после создания. И вот для того, чтобы его разблокировать, нужно было пройти идентификацию. Раньше это можно было сделать тоже, в принципе, несколькими способами, но это занимало достаточно много времени, было проблематично, а сейчас у них появилась возможность автоматической идентификации прямо здесь же они имеют доступ в базу по паспортным данным и, соответственно, проверяют моментально действительно ли верные данные им ввели и статус вашего кошелька получается идентифицирован. Все, дальше вам открываются уже возможности по лимитам и можно делать входящие и исходящие переводы, если они были заблокированы. Кроме того, если мы перейдем на сайт Валют Ван, то увидим еще одно весомое достижение, которое, пока мы с вами занимаемся своими делами, единый кошелек интегрировался в очень популярный мессенджер, который называется Viber. И если вы еще не знаете, то Viber кошелек, в появился кошелек, туда можно пополнять деньги, с него можно оплачивать какие-то услуги, и туда даже можно получать деньги. Например, как здесь написано, что вам кто-то может перевести в ваш Viber кошелек деньги, просто своего Viber. И по секрету вам скажу, что Viber кошелек имеет один и тот же баланс с вашим кошельком WalletOne. Что это означает? Ну, пока что, по-моему, это работает только в рамках России. Дальше, как я понимаю, будут страны СНГ, хотя, может, и сейчас страны СНГ. Ну, а если Viber пошел на сотрудничество с единым кошельком, с единой кассой, то мы можем с вами ожидать усиления позиций WalletOne в международном формате, что нам с вами только на руку, потому что у нас WalletOne это основная платежная система, является нашим партнером. Ну, и в общем-то это те основные моменты, которые хотел сказать про WalletOne. Две хорошие новости. Нам с вами единый кошелек преподнес. А вот такое большое событие случилось у нас 14 октября. Это раздел 50 преимуществ Whole World. Раньше у нас 50 преимуществ были оформлены в виде слайдов. Только лишь слайдов. Так, почему мы не перешли. Сейчас же мы сделали на сайте целый раздел. Он очень красочный. Естественно, можно вот таким образом полистать причины с ответами на вопрос почему люди выбирают Whole World. Этому есть как минимум 50 причин. Все эти причины составлены на основе проводимого нами опроса в 2015 году. И их действительно 50. и все они очень важные. И в принципе как многие участники наши говорят, в том числе зарубежные, то что можно на английский переключиться, все эти причины посмотреть на английском, если захотелось подробнее почитать. что этот раздел он таков, что если дать его посмотреть сомневающемуся человеку, то в 90% случаях это все его вопросы снимает. То есть если человек действительно хочет разобраться, то достаточно вам просто направить его сюда в раздел 50 причин, 50 преимуществ в Whole World мы его вот так назвали, он находится вот здесь и все. С этого человек становится вашим партнером скорее всего или вам будет о чем с ним дальше поговорить. Такой раздел у нас появился. Рекламные материалы у вас также имеются в виде слайдов, поэтому 2016 год нам принес вот такую замечательную новость. Ну и обновление в разделе рекламные материалы. Как я уже говорил, появилось у нас видео о деятельности фонда, появилась у нас возможность скачивать обложки для видеороликов, ну это если вы, например, загружаете их на свой канал, там не всегда хорошие кадры становятся обложками, мы вам дали фирменные обложки, чтобы вы их могли скачать. и, конечно же, то, что сейчас у нас является долгожданным, и в том числе в прошлом году мы говорили о планах, о том, что посвятим переводам большое количество времени и направим туда денежные средства, в общем-то, ровно так мы и сделали в этом году. У нас уже появились видеопрезентации на итальянском и французском языке, это касается презентации, как это работает, концепция с сертификатами и презентация Whole World, это фандрайзинг бизнес 21 века, и дальше у нас с вами сейчас же, вот уже сейчас лежат у меня на проверке, я вам по секрету скажу, языки следующие это немецкий, испанский, португальский и китайский, вот на всех на этих языках у нас уже имеются озвучки, у нас имеются переводы, и все, что нам сейчас остается сделать, это, ну, во-первых, нашим дизайнерам по некоторым видеороликам уже сделано, просто они еще не выложены, и по некоторым видеороликам нужно провести технические работы, чтобы наложить соответственно различные языки на имеющийся видеоряд, ну, и в некоторых местах там видеоряд нужно откорректировать, в целом эта работа уже ведется прямо сейчас, то есть я не говорю о том, что она будет когда-то, да, она уже ведется, и в начале 2017 года, ближайшие месяцы, мы с вами обязательно получим все видеоматериалы на различных языках, причем я говорю не только про два видеоролика вот этих вот основных, это будет и презентация услуги бизнес-автомат на соответствующих языках на всех, это будет и ролик с идеей, проект всем миром, который также будет озвучен на соответствующих языках. это перевод всего сайта, всего контента нашего сайта на соответствующий языке, как только мы это все осилим, а мы это обязательно сделаем сейчас, у вас появится сколько русский, английский, итальянский, французский, испанский, португальский, немецкий, китайский, итого восемь уже основных языков наш сайт будет иметь в 2017 году, это я вам на 100% гарантирую, ну и это очень здорово, что, соответственно, такие планы, хоть они у нас и долго, но они в итоге свершаются, вот уже сейчас, поэтому ожидайте, в ближайшее время у вас все это будет, ну а пока что знайте, что вот итальянский, французский язык у вас уже есть, и вы уже можете их в ручном режиме использовать. Кроме того, лендинг-пейдж у нас с вами появился, и вот в лендинг-пейдж, кстати, внедрить различные языки намного проще, чем на официальный сайт, потому что там меньше контента, и все намного проще. Наверное, мы с лендингов начнем даже в первую очередь, и у вас лендинг-пейдж на различных языках появится быстрее, чем официальный сайт. Ну, наверное, это даже правильно, потому что лендинг – это первое, с чего начинают знакомиться с сайтом пользователя, ну, а дальше официальные сайты порой бывают и просто в английском языке. Но наш, конечно, будет на всех со временем. Вот такие планы на ближайшее время. Ну, и вот то, о чем мы с вами говорили, это пятилетие Whole World 11 ноября. Мы с вами проводили праздничный вебинар в честь пятилетия и запустили множество интересных акций, о которых сейчас я вам напомню. Итак, первая акция операция реанимация, по условиям которой можно было получить iPhone 7, причем всем, кто этого захотел, потому что количество призов у нас было неограничено. На сегодняшний день осталось всего, остались одни сутки до того, как вы можете еще выполнить условия акции. А это 50 благотворителей, 50 оказаний финансовой помощи, которые должны были произвести ваши лично приглашенные партнеры за период с 11 ноября по 31 декабря. Ну, наверное, на 100% могу точно сказать, что у нас только один человек выполнил это условие. Это сейчас вам покажу, опять же, через топ-10. Это у нас Минкина Кристина из Москвы, которая выполнила, даже немножко перевыполнила, то есть 27 человек у нее было в декабре, может быть, чуть-чуть больше будет даже, и так, и 24, соответственно, было в ноябре. Это означает, что 51 благотворитель, 51 благотворитель, это больше, чем нужно, то есть 50 она набрала, и на этой неделе мы уже связались с Кристиной, она выбрала свой приз, я вам сейчас его покажу, мы уже его оплатили через магазин M-Video, немножко позволю себе такую непринужденную рекламу, вот, вот такой вот смартфон, Apple iPhone 70 28 гигабайт, цвета Gold, выбрала Кристина, стоимостью 65 990 рублей, ну, соответственно, мы произвели оплату, она его должна получить, ну, если не сегодня, может быть, завтра, а может быть, уже получил, я, к сожалению, эту информацию не знаю, вот, но Кристина обязательно обещала нам прислать фото о том, как она его получит, и, соответственно, как, что она действительно его получила, поэтому поздравляю нашего победителя в этой акции, ну, как минимум, она уже у нас прошла, прошла не зря, и все вы тоже имели возможность это сделать, но, к сожалению, не все, ну, вернее, как не все, практически никто не смог добраться до заветных 50, кто-то был близко, но вот, соответственно, один только победитель. Новые правила акции двойной доход, как я и обещал, да, вот мы запустили как раз из пятилетия, новые правила заключили, заключились у нас в том, что теперь принимать участие в акции двойной доход можно неоднократно, и если раньше это можно было делать только один раз, когда вы являлись новичком, то есть удваивать свой доход, пригласив не менее пяти благоговорительных за первый месяц участия, то теперь это можно делать после каждого оказания финансовой помощи, то есть вы оказали финансовую помощь один раз и, соответственно, получили право на двойной доход. Вы дальше, возможно, захотели получить такое право еще раз и получили еще раз право на такой доход. И каждый раз, когда вы это будете делать, вы сможете принимать участие в акции двойной доход. И какой смысл в этом я вам сейчас подскажу, если кто-то не понимает, зачем мне каждый раз оказывать финансовую помощь. Дело в том, что двойной доход исчисляется как 10 долларов умножить на количество оказания финансовой помощи на данный момент. Соответственно, это означает, что если вы сами оказали финансовую помощь на сумму 100 долларов и за 30 дней пригласили более 10 благотворителей, то вы получите удвоение больше, чем 100 долларов. То есть экономически для вас это получается выгодно. И вот в этом как раз и есть этот смысл. Ну и в любом случае ежегодное оказание финансовой помощи является обязательным в нашем проекте для всех участников. Соответственно, вот участие в акции быстрый старт двойной доход это дополнительная мотивация, которая никуда от нее не деться. Еще одну акцию с нашим хорошим партнером Сёрфернером мы запустили, которая с 2017 года становится у нас постоянной, как мы уже вам озвучивали. Это 5000 рублей в подарок на рекламу Сёрфернер, которые не прямые 5000 рублей, это промо-код номиналом 5000 рублей, который нужно активировать и реализовать, пополнив свой баланс в итоге в сумме на 5000 рублей и дальше вам еще 5000 рублей сверху Сёрфернер предоставляет. В итоге реклама вам в любом случае на 50% дешевле будет обходиться и с помощью этого рекламного механизма вы сможете получать дополнительный поток трафика по своей реферальной ссылке и как следствие дополнительных клиентов. Собственно говоря, для чего вы деятельность здесь и ведете. То есть оказание финансовой помощи в ваш адрес. получить промокод на 5000 рублей у нас может точно так же каждый участник за каждое оказание финансовой помощи. Точно так же как акцию быстрый старт двойной доход. То есть оказал финансовую помощь промокод на 5000 рублей вам в кабинете свалился. Оказали еще раз и еще раз он туда свалился. Соответственно использовать его можно неоднократно и таким образом постоянно практически в два раза дешевле отдавать рекламу. Ну а 5000 рублей это около 70 долларов на сегодняшний день. Ну и вот эту акцию мы с вами запустили. Они уже поговорили с вами. Подарки всем. И в честь пятилетия сумма была увеличена до 25 долларов. Последний день завтра. После этого у нас вернется снова на 10 долларов. Знаете это. Ну и вот такой подарок преподнесли всем нам нашей технике к новому году. Буквально неделю назад запущен был лендинг пейдж. Ну я не буду вам сейчас его подробно описывать. Это мы сделали на прошлой конференции. Просто пролистаю, чтобы вы поняли, что он себя представляет. Если кто-то еще не видел. Особое внимание стоит обратить на этот калькулятор, который очень интересно считает, пишет и в итоге окажется у нас на главной странице сайта скоро. Соответственно, лендинг очень рабочий. Мы, конечно, будем его полировать. И, кроме того, в 2017 году у нас стоит задача по выпуску еще нескольких таких лендингов разной тематики, разного дизайна, которые будут, соответственно, по-разному конверсивны. Ну, и вы уже можете заказывать эти лендинги в своем личном кабинете, уже можете, соответственно, использовать их для привлечения партнеров. А со своей стороны я скажу следующее, то, что уже запущено технически то, что мы обещали, то, что этот лендинг пейдж будет бесплатно выдаваться каждому участнику на один месяц после каждого оказания финансовой помощи. То есть, вот таким образом, оказание финансовой помощи у нас получает уже как минимум три весомых бонуса. Это и быстрый стартовальный доход, это и пять тысяч рублей в подарок на рекламу Surferner. Это и лендинг пейдж. То есть, уже у вас здесь целый набор рисуется. Мы это обязательно формим, чтобы участник видел свои бонусы до оказания финансовой помощи, и это его хорошенько мотивировало сделать это как можно быстрее. Ну, и вознаграждение за лендинг пейдж также будут в ближайшее время у вас уже доступны. Вот эту акцию на прошлой конференции я вам тоже описывал. Мы ее запустили впервые, но далеко не в последний раз. Это мотивирующая акция «Добро возвращается», которая призвана наконец-то сделать нашу, сделать корпоративную этику участников проекта «Всем миром». Действительно явью, чтобы каждый раз, когда на нашем сайте появляется какой-то новый ребенок, каждый участник оказывал финансовую помощь, помимо того, что он когда-то уже сделал, присоединившись к проекту «Холор», просто целевым образом именно для этого ребенка, ну, в принципе, в абсолютно любой сумме. И тогда мы с вами смогли бы творить действительно великие дела по сбору средств, потому что даже маленький рубль или маленький доллар, помноженный на много тысяч человек, буквально за один-за два дня, можно было бы собирать огромные суммы. Ну, и акция заключается в следующем, то, что мы будем мотивировать людей, которые оказывают благотворительность, занимаются благотворительностью, будем дополнительно проводить розыгрыши денежных призов, как вот в этот раз мы проведем розыгрыш трех призов по 10 тысяч рублей среди всех благотворителей, которые произведут оказание помощи от 500 рублей. Причем, чем больше таких оказаний будет, тем больше шанс получить этот выигрыш. Вот такой простой приз, который, в принципе, если у человека совесть не позволяет его взять, можно точно так же направить на благотворительность, а можно, в принципе, и оставить себе, потому что наши фандрайзеры знают, что это нормально, благотворительность действительно должна вознаграждаться, и здесь она тоже, в принципе, вознаграждается, потому что она самое добро всегда возвращается. Но я не буду говорить, как оказывать помощь, эта акция у нас на сайте, ее можно посмотреть. И еще одна акция, которая заключается в конкурсе репостов, доступна у нас в группе ВКонтакте, где мы предлагаем вам принять участие в этом конкурсе и сделать репост вот с нашим этим роликом, который является очень конверсивным, причем не просто сделать репост, а еще и пожелав вашим друзьям стать миллионерами в новом году, добавив свою реферальную ссылочку и таким образом заставив их добровольно, применительно посмотреть вот этот вот замечательный ролик, который сам по себе уже может делать конверсию. И 10 призов по 1000 рублей мы с вами разыграем в этом конкурсе уже 5 января. Поэтому принимайте участие, делайте репосты, приводите с помощью этих репостов свою команду новых партнеров, ну и получайте возможность выиграть денежные призы. А вот теперь действительно подарок, который мы дарим всем на новый год. Это мы делали и в прошлом году, и нам понравилась реакция на этот подарок, то, как вы им распорядились. В этом году мы решили не изменять своим правилам и подарили вам по 3 5-долларовых пин-кода. Вот такой блок вы можете обнаружить в своем личном кабинете каждый из вас. И здесь будут 3 промо, вернее, 3 пин-кода на 5 долларов. С помощью них вы можете активировать аккаунт любого участника в системе холора. а подробнее о том, как использовать, в общем-то, есть инструкция, нужно просто скопировать пин-код и ввести его на этапе активации вот в это поле. Кликнуть кнопочку пин и ввести там его. Кроме того, не забывайте, что у вас есть ссылочки на промо-код. Это лендинг промо-кода. Вы можете его скопировать и вот таким образом он будет выглядеть. То есть вы можете просто скинуть его кому-то вконтакте, человек перейдет по этому лендингу, то есть вы скажете ему, что я вам дарю на Новый год пин-код, который действительно поможет в следующем году стать миллионером. Как раз к своему пожеланию можете его и применить. Этот промо-код можно скопировать, ну и здесь на этом лендинге все точно так же имеется, можно посмотреть, видео о том, как это работает и как в общем-то произойдет то, что люди со всего мира будут сами отправлять вам деньги и есть коротенькая трехшаговая инструкция о том, как активировать промо-код и ваши контакты соответственно здесь тоже имеются. Используйте эти лендинги, они бесплатные, они прилагаются к каждому пин-коду и пин-коды уже находятся в вашем личном кабинете. По этому поводу вы обязательно получите мейл-рассылочку, возможно, завтра уже и можете применять их. Так, кому выданы эти пин-коды? Давайте этот важный момент еще скажу. Первое, они выданы всем активным бизнес-партнером. Это раз. Они выданы всем волонтерам. Это два. То есть всем, кто активировал свой аккаунт. И третье, эти пин-коды выданы всем бизнес-партнерам, даже у которых истекла активность. То есть если у вас есть бизнес-партнеры с истекшей активностью, они у вас наверняка есть, то вы можете связаться с ними сами и сказать, что дорогой друг, зайди в свой личный кабинет, у тебя там лежит замечательный подарок. Возьми один из трех пин-кодов и активируйте свой аккаунт с помощью него. И человек действительно сможет это сделать, экономив уже как минимум пять долларов на восстановление активности своего аккаунта. Вот такой вот замечательный подарок. Ну и конечно как применить его вы знаете не только к бизнес-партнерам, но и в основном наверное к новым участникам. Я по статистике вижу, что вы уже начали это делать, даже без нашего напоминания. Увидели этот подарок и уже начали их применять. здорово, друзья. Очень хорошо, что вы это умеете и знаете как это делать. Ну а теперь давайте по традиции завершим этот год розыгрышем призов. И на новогодний розыгрыш мы выделяем сумму более 500 долларов, которая будет заключаться в следующем составе призов. Итак, мы разыграем пять мест в системе бизнес-автомат. каждая на один месяц. Мы разыграем десять уникальных ссылок в зоне точка ру, которые вам сейчас очень сильно пригодятся для того, чтобы свои лендинги продвигать. И будем щедры, и, как я сказал, никто не уйдет без подарков, даже тот, кто еще может и не имеет аккаунта в whole world, но пришел сегодня на вебинар, вам повезло, друзья, потому что сегодня, даже если вы не получите вот эти два верхних приза, один из двух призов, то всем остальным мы выдадим по 5-долларовому пин-коду, который дополнительно активный, так, что я сделал, я зачем-то свернул окно, вот оно вернулось к вам. Я хочу сейчас дать вам ссылку, вот что я хотел сделать, ссылку на участие в розыгрыше, для того, чтобы вы могли в нем зарегистрироваться. Заметили, да, то, что сегодня у нас конференция дольше, дольше длится, обычно, но ничего, ничего, друзья, мы с вами должны были это сделать. Пока я вам дам ссылку на регистрацию в розыгрыше призов, вы, соответственно, переходите по ней, и система вас автоматически зарегистрирует после того, как вы войдете в свой личный кабинет. Если вы уже там, то сразу попадете в этот раздел. Ну, а пока что я вам озвучу еще несколько направлений, которые мы ставим для себя основными в новом году. Итак, мы перейдем в раздел 50 преимуществ. Сейчас есть несколько преимуществ, мы прямо сейчас найдем самое самое последнее. Привет, последний. Так, 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 так. Ну и вот, 49 преимущество как раз гласит о том, что участие в whole world станет доступнее. это действительно одно из немногих преимуществ, которое еще только предстоит отведать на вкус нашим участникам. Мы его анонсировали еще в прошлом году, но за год 2016, к сожалению, так и не смогли подобраться к намеченным планам по апдейту нашего маркетинга. Планы действительно хорошие, вот, хотя и в некоторых моментах спорные может быть, но я думаю, что мы с вами все сделаем правильно. Пока что мы держим в секрете детальное описание того, как у нас участие в whole world станет доступнее, вот, но скажу вам точно, что текущий маркетинг не изменится, а может быть, даже станет намного привлекательнее, вот, и, ну, доступность будет заключаться в том, что с меньшими финансовыми вложениями можно будет начать участие в нашем проекте, что, собственно, должно повлечь за собой увеличение количества, соответственно, участников, да, вот, ну, и доходы ваши почему мы до сих пор это не запустили, да, самый главный вопрос, наверное, возникает у вас, отвечу, потому, потому что технически для этого нововведения требуется обновление нашей технологической платформы, то есть, наши техники наотрез отказываются делать какие-то кардинальные изменения на имеющейся технической платформе, потому что все может здесь не выдержать, в итоге начнутся ошибки, падения, и ничего хорошего из этого не выйдет, вот, ну, а новая платформа, она практически готова, вот, на ней мы, соответственно, делаем много интересных дополнений, чтобы сразу можно было запускать различные нововведения, ну, и, может быть, даже различные какие-то дополнительные наши сервисы, вот, это не просто платформа для сайта, это целый такой, ну, я даже не знаю, как техническим словом это назвать правильно или простым, чтобы вам было доступно, в общем, огромный объем работы, который вот уже подходит к концу, и скоро, скоро мы это все-таки сделаем, я не буду вам называть даже приблизительные сроки, но думаю, что в 2017 году мы с вами эту причину 49-ю уже увидим в несколько другом качестве, вот, но ждать, когда оно станет доступнее, я вам не советую, если кто-то думает, что не буду сейчас оказывать финансовую помощь, подожду, когда участие станет доступнее, таким ожиданием вы сами себе только сделаете хуже, потому что, когда это станет, оно неизвестно, а вот денежные средства вы и возможности упустите очень даже гарантированно. второй момент, который недавно у нас тут споров много вызвал, это возможность поменять спонсора. Эту техническую возможность в принципе мы тоже готовим, и здесь очень много нюансов, то, что сейчас поменять спонсора тоже можно, и в принципе юридически мы не можем запретить это сделать, то есть человек может по своей воле всегда удалить текущий аккаунт и всегда может зарегистрировать новый, то есть это не против правил, это возможно, соответственно менять спонсора. Понятно, что он не может при этом взять с собой партнерскую структуру, которую он возможно наработал на предыдущем своем месте, но сам он менять спонсора может. Так вот, мы подумали, что поскольку поменять спонсора можно только с финансовыми затратами, которые заключаются в новом оказании финансовой помощи, что в принципе можно было бы рассмотреть возможность такую, чтобы можно было это делать автоматически, без необходимости заново оказывать финансовую помощь, но не полностью бесплатно. И возможно даже невозможно, а скорее всего платно это будет для тех спонсоров, которые решат принимать свою структуру таких людей, то есть спонсоры будут подключаться к услуге новая команда, спонсоры, желающие принять новых участников, будут оказываться на своеобразной карте мира, где участник, желающий найти нового спонсора, может открыть эту карту мира, посмотреть соответственно все кандидатуры, все кандидатуры, которые там есть, и постучаться к кому-то в команду. Соответственно спонсор может принять его или может не принять его, но за это он заплатит определенную денежную сумму сам. Тут велись определенные дебаты о том, стоит это делать, не стоит, к чему это может привести, начнется какая-то перебежка. Хочу сразу сказать, что таким образом человек точно так же не сможет взять с собой свою структуру, поэтому думать о том, что от вас убегут люди, у которых уже есть структура, это пустой звук. Конечно, они не станут менять спонсора, потому что они таким образом потеряют всю свою наработанную структуру. Ну, а если человек не работает и в качестве своей нерабочести он видит причину какого-то непонятного считающего спонсора, то для такого человека возможность поменять его она всегда позитивна, позитивна и с точки зрения нового спонсора, и с точки зрения системы в целом, потому что мы заинтересованы в объединении активных участников в крупные сообщества, то есть не то, как оно сейчас, спустя пять лет у нас выглядит, это какие-то такие островки, да, среди большого моря, вот островки активности, то есть у нас много участников не продлили активность, кто-то продлил, но в итоге они все в разнобой, так вот, если мы дадим, соответственно, объединиться им, это приведет, конечно, к намного более эффективным и массовым результатам, чем происходит это сейчас, когда многие участники просто погибают в одиночестве от информационного вакуума, никто с ними не общается, а сами они почему-то информацию взять не могут. Ну, и было предложение такое, что давать спонсорам денежное вознаграждение за то, что у него ушел клиент из его структуры, взял, выбрал нового спонсора, но текущий спонсор получил бы за эту компенсацию. В принципе, я считаю, действительно, справедливое такое решение, эту компенсацию точно так же можно было бы брать из той оплаты, которую производит новый спонсор за своего нового клиента, желая его принять в свою команду. В принципе, почему бы и не. Это интересный момент, но вот много нюансов спорных, в любом случае мы это сделаем, но прежде нужно все обдумать и опять же подготовить здесь техническую платформу. Главное, чтобы это в итоге не повлекло за собой такого-то такого охоты спонсоров за новыми клиентами, переманивания их в команду, чтобы вот такой ерунды не началось у нас, здесь нужно все очень четко подготовить. С вашей помощью мы это тоже сможем сделать, с помощью ваших советов и пожеланий. Так, друзья, посмотрим, как вы регистрируетесь на розыгрыш призов. Сейчас откроем ссылочку, посмотрим, работает ли у нас регистрация. 49 человек зарегистрировано на сегодняшний, на данный момент. Но, в принципе, наверное, нормально у вас было времени для того, чтобы это сделать. Сейчас я скину вам ссылочку. Ссылка на результаты розыгрыша. Я сейчас вам ее отправляю. Да, смотрит 45, это означает, знаете, что? Это означает, что как минимум 5 человек из этих 45, они у нас очень хитрые, потому что они заходят в свои другие аккаунты или, может быть, аккаунты своих партнеров, да, и с помощью них еще дополнительно регистрируются. Но запретить мы это сделать не можем технически, поэтому ну, была-не была, пусть будет так. А что ждать? Ждать уже некуда, уже полтора часа мы с вами в эфире, я сейчас перехожу к нашей кнопке заветной и нажимаю во-первых, закрыть регистрацию, и во-вторых, запустить розыгрыш. И сейчас мы посмотрим, кому в итоге достанется то есть. Ну что, розыгрыш завершен, и мы сейчас обновим страничку, вы тоже обновите, и вот ровно 50 человек в итоге здесь оказалось. Ну, давайте посмотрим, кто выиграл призы отличные от 5-долларового пин-кода, да, я не буду говорить, кто выиграл 5-долларового пин-кода, потому что их получили все, кто не выиграл более ценные призы. Итак, Хазна Байбулатова уникальную ссылочку выиграла, Светлана Воронцова получает одно место бизнес-автомат, Татьяна Воронцова получает уникальную ссылочку, кажется, я знаю, уже одного человека, который несколько аккаунтов активировал для розыгрыша призов. Так, дальше Сергей Воронцов, ну даже ни одного, наверное, от двух аккаунтов, уникальную ссылочку выиграл, Александр Мордиков уникальную ссылку, Галина Шкурина уникальную ссылку получает, Сергей Лапшин получает бизнес-автомат, Дальше, Людмила Атабаги уникальную ссылку, Татьяна Крестопенок получает уникальную ссылку, Алла Мартынова уникальную ссылочку, Игорь Борщенко получает бизнес-автомат, Ермик Калькенок уникальную ссылку, Равиля Вавилова уникальную ссылку, Петр Минеев бизнес-автомат, Надежда Шищенко бизнес-автомат. Вот и все. Все остальные получают еще по одному 5-долларовому пин-коду. Надеюсь, они не пропадут у вас зря. В дополнение вот к этим трем. Кстати, использовать их можно до 10 января 2017 года. То есть, вот эти подарочные три пин-кода будут активны только в течение 10 дней. Нет, не 10, наверное, побольше. 12 дней до 10 января. Пожалуйста, учтите это и не забудьте их. Используйте, иначе они истекут и все. Будут неактивно удаляться. Вот такая у нас получилась новогодняя, предновогодняя конференция итоговая 2016 год. Я очень благодарен вам за то, что вы на ней сегодня присутствовали. завтра у вас будет еще время, чтобы что-то доделать в этом 2016 году, в том числе и по проекту Whole World. Какие-то дела у вас могут остаться, в акциях можете дополнительно поучаствовать, своих партнеров оповестить о том, чтобы они использовали бонус 25-долларовый, да, еще возможность, ну, и подарить пин-коды на Новый год, можете кому-то на все, это у вас еще есть время, но очень и очень немного. А уже послезавтра у нас начнется новый в котором мечты многих-многих людей, как я уже сказал, многие из них сбудутся благодаря проекту Whole World. Ну и конечно в 2017 году мы с вами постараемся собрать еще больше средств для помощи телеглобальным детям, чтобы в том числе помочь исполниться и их мечтам, помочь им стать здоровыми, ну и принести в этот мир еще чуть-чуть побольше добра. Я желаю вам большого-большого счастья, огромных успехов, ну и конечно же здоровья вам, вашим близким, любви, благополучия и всего самого хорошего в новом 2017 году. Спасибо вам, друзья, что были с нами и до скорых встреч. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok